Персонал обеспечить через следствие передвижения и согласно планам тревога. Сегодня утром обычную работу торгового центра прервал звук пожарной тревоги. Немедленно покинуть помещение. Посетители и сотрудники без паники вышли из здания. По замыслу учений, короткое замыкание электросистемы в кинотеатре стало причиной возгорания. Огонь распространился по всей площади кинотеатра. Это задымление второго этажа, угроза распространения соседних помещений и выход огня на крышу. Также по задумке потерялись три человека. То есть по спискам администрация проверяла, троих человек они не обнаружили. На поиски людей, предположительно находящихся в кинотеатре, либо в соседних с ним отделах торгового центра отправились несколько звеньев группы газодымозащитной службы. В задымленном помещении им удалось отыскать пострадавших. Производили поиск пострадавших. В результате нашим звеном был найден пострадавший, после чего мы в составе звена ГДЗС эвакуировали его на свежий воздух. Всех троих пострадавших нашли и эвакуировали спасатели. На улице первую помощь им уже готовы были оказать медики. Бригады скорой медицинской помощи также были на месте. Всего же в пожарно-тактических учениях было задействовано 17 единиц техники и 72 человека личного состава. Целью данных учений было оценить уровень подготовки начальщего состава по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Данные цели достигнуты. Задачи, поставленные личному составу, а также начальщий состав, выполнены в полном объеме. Мы разрабатываем график ежегодно. Пытаемся охватить все объекты на территории города. Данный объект три года назад проводили также учения. Ну, как бы повторение мать учения. Поэтому для людей, для персонала это также опыт. Отработка технических действий по спасению, эвакуация людей, ликвидация очага условного возгорания. На выполнение целого алгоритма боевых задач понадобилось 42 минуты. Отметим, с начала года в Алтайском крае уже ликвидировано 311 пожаров. Именно поэтому учения – неотъемлемая часть работы огнеборцев. Спасатели оттачивают свои навыки на самых разных объектах – торговых центрах, производственных цехах и жилых помещениях. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. Будни.